Значит, тема учредительного собрания организации сегодня 3 декабря 2018 года, 12.34. Ну вот, значит, повторюсь о том, что чтобы организация была даже без регистрации юридического лица, это уже организация, в общем-то, юридически значимая. Вот, достаточно собрания учредительного, там, устав, и, собственно, учредили, и все, организация есть. Другое дело, что открыть счет в банке и так далее, это уже нельзя, но можно заключить договор на ведение хозяйственной деятельности с существующим юридическим лицом. Ладно, так, расшарю документ. Так, протокол учредительного собрания, так, 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 визитки, не надо, устав. Собственно, зачитаю устав и комментарии. Так, как-то плохопнее сделать. Короче, ладно, это оцениваю. Так, устав общественной организации, не являющийся юридическим лицом. Общее положение. Общественная организация является основанным на членстве общественным объединением, созданным на основе совместной деятельности для защиты общих интересов и достижения уставных целей объединившихся лиц. На самом деле, это типовой я взял где-то, а что-то тут много читать на самом деле. Вот, шаблон Докипедия. Ну, прочитал, вроде нормально. Ну, ладно, значит. Номинование общественная, общероссийская общественная организация, институт цифровой экономики имени Блужкова, ВМ. Далее по тексту организации. То есть, тут по поводу общероссийская, не смотрел, честно говоря, там нужны ли предстоительства во всех субъектах. Но так как без регистрации юридического лица нам, в общем-то, никто не запрещает. Ну, то есть, никто запретить не может. А когда будем регистрировать юрлицо, ну, тогда можно общероссийское будет убрать. Собственно, тоже никто не запрещает. Местом нахождения организации является вся территория России. Мы действуем в юрисдикции РФ. Вот, собственно, поэтому я пишу территорию России. Я пишу не территорию Российской Федерации, а пишу территорию России. Все-таки Российская Федерация – это юрисдикция государства. Ну, а Россия территория, она как бы даже чуть побольше, скорее, чем просто государство. Так, организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом о некоммерческой организации, Федеральным законом об общественных объединениях, другими нормативными правовыми актами РФ, настоящим устам. Я вот, кстати, по поводу Конституции, Гражданского кодекса, там сделал репозиторий, в котором выкладывал, ну, там частично выложил, частично нет, Конституции. Причем смотрел разные, начиная даже с Российской империи, там первая Конституция, там, 1900, начало 1905-го, что ли, года. Ладно. Ну, и, собственно, ничего не поменялось с тех времен, то есть, собственно, там все так же и есть. Так. Деятельность организации основывается на принципах добровольности, равноправии, самоуправления, законности. Деятельность организации является гласной, а информация о ее учредительных программных документах общедоступна. Ну, собственно, вот по этому поводу, по идее, надо выложить будет на сайте. Ну, опять же, там можно по запросу, то есть, она общедоступна по запросу, да, например. Ну, или просто на сайте, вот вам ссылка. Так. Организация может вступать в союзы, ассоциации, консорциумы, общественные объединения. Организация осуществляет свою деятельность без государственной регистрации, без приобретения прав юридического лица. Ну, то есть, с правами там всегда и обязанности. Ну, права – это открыть счет банковский, ну, и вообще там в реестр попадать. А обязанности налоги платить. Ну, хотя налогами все равно любая деятельность налогами облагается. Мы просто даже деятельность не можем денежную производить, но мы можем производить там деятельность без денег, без приема денег. Либо это может по договору хозяйственной деятельности уступать какое-то другое юридическое лицо. Организация вправе иметь штампы, бланки со своим номинованием, а также зарегистрированные установлены порядки и эмблемы. Я не знаю, какой порядок регистрации эмблемы, но мы эмблему так или иначе все равно можем нарисовать. Так, члены организации не сохраняют прав на переданное имя организации в собственность имущества, в том числе на членский взнос. То есть, когда мы говорим о том, что мы по договору хозяйственной деятельности передаем это право ведения другому лицу, то это лицо не приобретает это в собственность, а просто ведет хозяйственную деятельность, учет. А собственниками являемся, собственно, мы, как организация общественная. Члены организации не отвечают по обязательствам организации, а организация не отвечает по обязательствам своих членов. Ну, это о том, что нету субсидиарной ответственности, которая есть в кооперативах. То есть, по сути, вот организации, они отличаются там вопросами собственности. И кооперативы, кооперативная тема, она вот вроде звучит хорошо, а на самом деле субсидиарная ответственность всем своим имуществом. То есть, вступая в кооператив, очень важно понимать о том, что потом все, что записано на тебя, могут забрать приставы. Значит, организация осуществляет свою деятельность в пределах всей территории России. Кстати, это повторяется. А, местонахождение. А, местонахождение, это был город Москва, но на самом деле у нас нет определенного города местонахождения организации, поэтому вся территория России, а деятельность тоже на всей территории России. Целью общественной организации, целями общественной организации являются предоставление услуг по разработке программного изучения. Ну, я так написал. Предоставление услуг, направленных на получение новых и укрепление имеющихся знаний. Предоставление услуг проведения фундаментальных поисковых и прикладных научных исследований. Изучение, анализ, разработка, экспертиза, стандартизация, классификация, внедрение в хозяйственный оборот технологий в сфере цифровой экономики. Разработка и совершенствование образовательных процессов, методологии, методик в соответствии с современными критериями, стандартными. Координация действий по разработке, апробации и внедрению новых образовательных учебных программ. Привлечение информационных, интеллектуальных, финансовых и иных ресурсов. Общество пропагандии, развитие системы подготовки, обучения и переподготовки. Создание необходимых условий для удовлетворения потребностей личности, получения актуальных востребованных профессий. Говорю, что тут в основном все про образование, ну потому что, ну как институт вроде, и разработку программного испечения поставил вообще на первое место. Собственно, зарабатывать деньги на зданиях, ну не факт, что там как бы много денег вообще можем заработать, поэтому скорее упор на разработку ПО делать. Ну, если про коммерческую ввести, то это надо будет отдельную организацию делать, но пока, пока заказов нет, пока здесь будем. Так, для осуществления уставной цели организация имеет право свободно распространять информацию о своей деятельности, проводить собрание, митинги, демонстрации, шествия, пикетирование. Ну, это ПО от общественной организации это может делать, пикеты даже устраивать. Ну, нам это вроде не нужно, но как бы пускай будет. Предоставлять и защищать свои права, законный интерес своих членов и участников в органах государственной власти, органах местного самоуправления и общественных объединений. Осуществлять иные полномочия в случаях прямого указания этих полномочий в федеральных законах, в отдельных видах общественных объединений. Выступать с инициативами по вопросам, имеющихся отношения к реализации своих уставных целей, вносить предложения в органы государственной власти и органы местного самоуправления. То есть, на самом деле, даже без регистрации юридического лица уже мы можем выступать, там письма рассылать и ходить на встречи уже, в принципе, вполне легально от организации. То есть, ну, не просто так, там, частное лицо, а вот мы уже организацию представляем, это все легально и законно. Так, по поводу этого комментария, вот здесь вот разработка программного освещения, там еще по поводу протоколов разработка раз... Завис у Ярослава компьютер. Сейчас, минутку. Так, да, можно создавать региональную сеть, а также получать кластеризацию субъектов по отраслям применения платформ. Ну, ладно. В любом случае, нас серьезно воспринимать не будут, пока нет юрлица. Вот. А юрлицо имеет смысл регистрировать, когда там денежные какие-то дела. Ну, либо когда надо взаимодействовать там с органами власти, как юридическое лицо. Так, я остановился на... Так, для осуществления установленных целей и членства в общественной организации. Членство в общественной организации. Учредителями организации являются физические лица, юридические лица, созвавшие собрание, созвавшие общее собрание, на котором принимается устав. Организация формирует его руководящие контрольно-ревизионные органы, учредители организации, физические и юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности. И, кстати говоря, я вот недавно узнал о том, что из учредителей можно удалить, если учредитель не выполняет свои обязательства, в частности, по внесению взносов. То есть, на поддержание организации, когда нужны взносы денежные, в нашем случае пока этого нету, но, может быть, будет, да? Так. Учредители организации автоматически становятся их членами, приобретая соответствующие права и обязанности. Членами организации являются физические лица и юридические лица, чья заинтересованность совместным решением задач организации в соответствии с нормами настоящего устава, оформляются соответствующим индивидуальным заявлением, документами, записями. Вот здесь это я добавил. Позволяющими учитывать количество членов организации в целях обеспечения их равноправия как членов организации. Члены организации, физические и юридические лица имеют равные права и несут равные обязанности. Значит, вообще в всей юриспруденции там в основном права бумажные документы. И заявление предполагается на бумажном носителе. Но это все анахронизм, поэтому я добавил там записями. На самом деле, я прочитал по поводу того, что договора заключаются совершенно не обязательно на бумажных носителях, то есть для заключения договора, ну и вообще любой другой деятельности на самом деле. достаточно любой там и электронной формы, и любой другой. Главное, чтобы можно было идентифицировать отправителя этого сообщения. И в том числе есть, как это называется, конклюдентное действие. То есть когда согласие, то есть когда мы жетон опускаем, там, жетон метро, то мы таким образом соглашаемся, да, то есть подписываем договор на услуги поездки. Вот, это конклюдентное действие. То же самое словами. То есть в другом праве, по-моему, в английском, там надо сказать слово «deal», то есть «да, сделка», то есть согласие. Ну, у нас по рукам там или как-то по-другому, в общем, так или иначе, подтверждают свидетеля в случае разбирательства. Так, члены организации имеют право получать информацию о деятельности организации, вносить на распространение правления организации должностных лиц организации любые предложения о совершенствовании ее деятельности, участвовать в мероприятиях проводимых организаций, избирать и быть избранными руководящие контрольно-ревизионные органы, контролировать деятельность руководящих органов организации, в любое время выйти из организации, причем подачи заявления о выходе правления организации, член организации считается выбывшим из состава организации с момента подачи заявлений. У нас здесь порядок подачи заявления нет, но я думаю, что можно сделать официальную почту. По крайней мере, в Институте развития там сделана официальная почта, и это, собственно, правильно. То есть оно даже в уставе прописано, если я не ошибаюсь. Здесь мы пока этого не прописываем. Это можно будет прописать. Это скорее актуально, опять же, когда будет юрлицо. Так, члены организации обязаны вносить вступительные членские взносы в размере... Ну, правление организации, там прежде всего это председатель и остальные. Так как у нас там всего три человека, то между собой мы договоримся. Вот когда больше, тогда надо будет более что-то. Так, члены организации обязаны вносить вступительные членские взносы в размере и сроке установленного правления. Мы членский взнос пока не устанавливаем, у нас вроде и особых затрат нет. Соблюдение организации, воздерживаться от всяких, всякого действия, противодействия, могущего нанести ущерб организации. Выполнять решения общего собрания и правила организации, принятые в рамках их компетенции. Соблюдать положение устава организации. Так, за несоблюдение требований нормы устава организации члены организации исключается из организации по решению правления организации. Слово организация четыре раза. Ладно. Так, органы управления, общественные организации. Высшим руководящим органом организации является общее собрание членов организации, конференция. Созыв общего собрания членов организации производится через каждые три месяца. Надо напоминание поставить. Ну, то есть, как минимум протоколы собрания раз в три месяца. Вообще, собираться можно хоть каждый день, можно раз в год. Ну, то есть, ну, три месяца вполне нормально. Основная функция общего собрания членов организации – обеспечение, соблюдение организации целей, в интересах которых она была создана. Так, компетенция общего собрания членов организации относится к решению следующего вопроса. Определение величины и порядка уплаты членских взносов. Изменение устава организации. То есть, устав можно поменять. Внести там пункты, там, электронная почта официально, там, членские взносы какие-то. Ну, в принципе, много чего еще. Определение приоритетных направлений деятельности организации, принципов формирования и использования ее имущества. Вот по поводу имущества. Ну, там, наверное, еще обсудим, но сразу, раз уж про имущество разошел речь, о том, что так как организация уже есть, то в эту организацию я хотел бы внести там, ну, свою интеллектуальную собственность, так назовем, и уже презентовать, скажем, не просто, как я там сам делаю, а уже как организация вес, добавить вес, так сказать. Так, образование исполнительных органов организации и досрочное прекращение их полномочий. Это общее собрание решает. Утверждение годового отчета, участие в других организациях, ликвидация организации. А вот по поводу ликвидации, ну, если вдруг там, как бы, получится, что из этой организации там останется один человек, например, квота, кворум там, утверждение годового отчета. Дело в том, что правление, оно должно отчитываться. Может быть, не годового, а может, и квартального отчета, мы раз в три месяца собираемся. Но там по умолчанию было раз в год, вот, и годовой отчет, ну, финансовый отчет, то есть всегда во всех организациях, основное это, ну, про деньги. Если все транзакции в сети можно делать, выборку по типу. Нет, понятно. Но в любом случае нужно сводную производить, то есть подводить итоги без этого никак. Ну, может быть, здесь не годовой, может быть, квартальный, чтобы у нас, ну, то есть у нас циклы меньше, по крайней мере, пока. Потом, может быть, и сделаем годовой, может, вообще раз в 10 лет будем собираться. Ну, окей, то есть вопрос для обсуждения, да? Роман. Да-да-да, я просто, что можно будет, ну, выборку, если мы, например, вот членский взнос делаем во времени, ну, в антропном времени, то есть человекомерно, он отправляет взнос в свое время, включает. Ну, то есть у нас фонд формирует времени, где-то, где-то, где-то. За колонки, пожалуйста. Ну, тогда можно будет понимать полностью, чем делать по типу транзакций, там, например, человекомерно входящий в транзакции, вот такой вот субъект. Значит, ну, и у нас прозрачные документы обороты. В общем, если мы, например, транзакции, ну, каждое собрание наше, или вот мы проводим выплаты, например, еженедельно, или за вступительный взнос в виде антропных человекомерных токенов переводим, за вступление человек хочет стать участником или членом организации, он перечисляет в объявлении своего времени на фонд организации токены, которые могут быть использованы, например, для оплаты его участия в каком-то субпроекте внутри компании. Тогда мы можем управлять капиталом, то есть и отчеты делать, аналитику собирать. В публичной сети нужно будет отмечиться. Это как эта сетевая структура, ну, так как мы не привязаны к территории, и можем перемещаться, в принципе. И, конечно, что нужно субъекты все охватить, чтобы всероссийский статус взять, ну, и далее нам организоваться уже в официальную структуру, в меню подать заявление, там, и все остальное. Но для этого нужно охват сделать. Вот у Мурунова технология именно охвата была таким образом построена. Просто мы сейчас должны, если мы в цифровой экономике работаем, уже в транзакции своих ассетов отмечать, и потом далее выберут, что мы можем получать. Ну, по поводу ассетов персональных, там, токенов, то, что я называю, можно, ну, это здесь прописывать, или как бы по ходу дела, потому что у организации может быть собственность, она может быть любая, и в том числе, то есть, когда мы говорим о персональных все-таки вещах, то, ну, там, токенах, там, время, то есть это все получается, ну, да, это как взнос, например, можно это оформлять как взнос, просто в уставе это совершенно необязательно прописывать, то есть в уставе там вопросы собственности, да, которые на самом деле передаются, то есть ведение хозяйственной деятельности там, как передаем, а дальше учет, учет вообще ведем сейчас там, по договору простого товарищества, вот, другое дело, вот это простое товарищество, то есть нету какого-то конкретного ответственного лица, да, на данный момент физического, ой, и юридического, да, который ведет эту, как бы, хозяйственную деятельность, а члены, да, как физические лица, там, по договору, не сами ведут учет, ну, правда, там, опять же, есть, ну, то есть там надо выбрать кого-то одного, да, кто будет ответственный за ведение учета, ну, это не, это как бы разное, то есть в организации, наверное, учет свой, а, когда мы говорим о простом товариществе, там учет свой, вот, и, ну, когда простое товарищество, это к проекту, то есть конкретный проект, это вот платформа, да, то есть фреймворк, разработка фреймворка, который, в свою очередь, там будет включаться в другие продукты, вот, ну, это скорее-то тестирование, да, в нашей деятельности, но, тем не менее, то есть это уже учет, а мы можем этот фреймворк, например, там, ну, вот эти учетные единицы внести, как в организацию, то есть сколько у кого там получилось, да, столько внесли в организацию, ну, я не знаю, уставной, не уставной, в общем, так, как-то, ну, это надо подумать, но это вопрос уже собственности, который в уставе толком и не прописывается, то есть какое, то есть это может быть любое имущество, которое вносится потом, здесь как бы и персональные токены в том числе, а здесь вот то, что выделил, это утверждение годового отчета, но... так, расширить, например, мы будем голосовать сегодня, когда с оформлением организации закончим, например, к воруму, чтобы получить, должны некий голос провести, можно в качестве примера отправить транзакцию своего ассета на адрес организации Day митинг-митинга и подпишать там, что да, я голосую, я такой-то-такой-то голосую. А когда мы говорим про Day, ну, то есть токен, сейчас там DayP используется, и, ну, кошелек, да, Day, туда, в этот кошелек отправлять персональные токены, их использовать для ведения этой совместной деятельности. Но, опять же, нужно ли это в уставе сейчас прописывать, потому что мы это можем сделать, как... Просто мы тогда зафиксируемся уже не просто в видеосвязи, ну, то, что и запись сейчас идет, прямого эфира, еще и в открытый день. Тогда фонд может сформироваться, ну, вот, исходя, например, у нас 100 будет стресс проходить, 100 каких-то голосований, соответственно, каждого ассета по 100 и не будет. Ну, минимальная возможная единица, одна минута. И потом можно привлекать к работам. Так это, смотри, по поводу голосований, здесь неважно, у кого сколько ассетов, хоть ноль, хоть там 100, хоть 100 миллиардов, потому что все равно принимается один человек, один голос. Это вот общественная организация. То есть это не совершенно не долевое, а в долях это вот коммерческая тема. Вот. Так. Вопросы, предусмотренные пунктами 4.3.1.4.3.4 настоящего устава относятся к исключительной компетенции общего собрания членов организации. Это определение величины и порядка уплаты членских взносов, изменение устава организации, определение приоритетных направлений деятельности организации и образование исполнительных органов организации до срочного прекращения их деятельности. А вот утверждение годового отчета, участие в других организациях и ликвидация. И вот ликвидация тоже. Ну, вот, не знаю, вот этот вот пункт, он как бы по умолчанию был вот в этом шаблоне. То ли, правильно знаю, может, надо удалить. Ну, короче, пока так. Так, общее собрание членов организации промовод правомочных, если на нем присутствует более половины его членов. Вот это было в оригинале. Дальше я дописываю. Если на общем собрании присутствует меньше половины его членов, то проводится повторное собрание. Не ранее, чем через 28 дней, которое промоводчено, если на нем присутствует более четверти его членов. А если на повторном общем собрании присутствует меньше четверти его членов, то не ранее, чем через 56 дней проводится третье общее собрание, которое промоводчено при присутствии любого количества его членов. То есть, речь о том, что если вот никто не приходит, вообще, как бы все забили, то через 3 месяца, там, через квартал, да, 28 и еще 28, еще 28, 3 раза по 28 дней, можно уже дальше принимать решение, так сказать, правлению без общего, без форума. решение общего собрания членов организации принимается большинством голосов членов присутствующих на собрании. Решение общего собрания членов организации по вопросам его исключительной компетенции принимается большинством в 2-3 голосов участников, принимающих общее участие в общем собрании вот там было в оригинале по моему три четверти вот а я здесь две третьих почему потому что нас трое но вообще от трех человек то есть двое из трех как бы если согласны значит решение принимается постоянно действующую руководящим органов организации является выбранный коллегиальный орган правление которое под отчет на общему собранию членов организации правление избирается общим собранием организации сроком на так интересно а мы по моему проговаривали этот вопрос о том что председатель то есть писал то есть собирается общее собрание общее собрание это самый главный то что принимается решение да так и не расширены опять вот и значит на общем собрании просто выбирается новое новое эти новое правление там и так далее то есть общее собрание может вообще все поменять